Друзья, всем привет, серферы-бездельники Девианты. Сложное время мы живем, и мы даже не знаем, с Павлом Щелиным, привет. Добрый вечер, добрый. Удастся ли вам, дорогие наши телерадиослушатели, серферы-бездельники, увидеть это видео, потому что Facebook сегодня пал под ударом каких-то темных сил. Нам уже известно, что кто-то там вычистил ДНС, и маршрутизаторы не могут определить, куда направлять юзеров. И, как следствие, мы сейчас все находимся в цифровом чистилище, потому что многие люди оказались в ситуации, когда не знают, чем себя занять. У меня в Телеграме пишут, может быть, и книги почитать. Это очень интересный феномен. Что ты по этому поводу думаешь? Что тут сказать? Ладно, если говорить прямо о чем ты спросил, ну, скажем так, если для людей, людям правда нечем себя занять без Facebook, то я действительно рекомендую пойти почитать хорошие книжки, да просто погулять с близкими на улице и посмотреть хорошие фильмы, я не знаю, в том же YouTube, который пока что еще доступен. Все-таки, конечно, в зависимости от соцсети это дело, так сказать, ну, я бы сказал, это благо, если ты умеешь им пользоваться, но если ты позволяешь ему, так сказать, если ты позволяешь ему захватывать над собой контроль, то это может стать чревато. Кстати, подожди, подожди, сразу порекомендую. Что почитать? Джордж Фридман, Американская трагедия. Ой, Империя. Империя, у меня уже этот, у меня... На английском она называется The Storm Before the Calm. Да, это хорошая книжка, такая интересная, простенькая, но со вкусом. Барбара Такмана, Августовские пушки, классика про Первую мировую войну. Очень рекомендую. Что тут еще у меня лежит? Масштаб. Джеффри Уэст. Универсальный закон о роста и инновация устойчивости темпа в жизни организма. Тоже хорошее. Если вам хочется что-то свеженькое, что еще есть? Ну, нет, это слишком сложно. Короче. Ну, еще хило. Лежит, никак не доберусь. Вот в Ашкеришиня, но хочу про мемуары все-таки прочитать эти. Вот. Ну, короче, много лежит. Свежак. Купил на Петровке недавно. О Дальнем Востоке. Сборных научных трудов. Ну, посмотрим. О Японии. Правщая элита Японии здесь. Новикова. Фурсов. Новикова. Средний класс Японии. 50-е, 20-е годы. Сегрэ, династия Сун. Вавилов. Новая эпоха в Китае. Интервиканский курс. Хотя Вавилов чем дальше, тем больше напоминает мне чувака, которым слишком много экспирологии распространяет. Вот. Но в целом вот так вот. Что ты порекомендуешь? Я всегда рекомендую классику, на самом деле. Причем я в последнее время перечитывал то, что читал раньше. То есть, как читатели моего телеграм-канала могли бы заметить. Перечитывал Левиафан Гопса. Перечитывал работы Хосе Артеки и Гаса. Там многие на русском языке не опубликованы. Но даже если не знакомились с восстанием массы беспребятной Испании, Испании крайне рекомендую почитать. И на самом деле в такие времена очень хорошо также идет классика литературная. Такая как «Данте. Божественная комедия». Шекспир, сонеты всегда актуально читать. Ну, в общем, знаешь, такую нетленочку на самом деле. «Оскар Уальт», например. «Портрет Дарьяна Грея» мне очень нравится. По вкусу. По вкусу. Ну, в общем, на самом деле, чем заняться есть. Но, я думаю, можно перейти уже, собственно, с чем, скажем так, связан этот коллапс Фейсбука. То есть, конечно, четкую причину мы вам не скажем. Это и никто не скажет. Но повод поспекулировать есть. Потому что так совпало то, что компании завтра предстоят слушания в Сенате. И вот эти все сервера легли у нее как раз накануне этих самых слушаний. Уже наводит нам усы. Ну, как это, совпадение я не думаю. Может быть и правда совпадение. Никогда не исключать просто кривые руки и просто техническую безалаберность. Но, действительно, есть несколько моментов, которые, скорее, заставляют задумываться о том, с чем все может быть это связано. В целом, контекст. Как, я думаю, слушатели знают, в США в последнее время идет достаточно большая дискуссия по поводу о том, что делать с этими интернет-гигантами. И Фейсбук – это одна из, так сказать, ключевых целей этой атаки. Началось это, понятное дело, вот в таком большом масштабе с 2016 года, с победы Трампа на выборах, которая заставила американский политический истеблишмент радикально переосмыслить роль и потенциал социальных СМИ. То есть до этого, условно говоря, они находились под радаром. Как относительно безобидное просто средство развлечения. И никто не задумывался, ну, по крайней мере, среди политической элиты, об их потенциальном влиянии на политику. И, если говорить по-простому, на мой взгляд, элита довольно сильно испугалась в 2016 году, то, что произошло. И с тех пор мы видим нарастающиеся дискуссии о том, что вот эти социальные сети сконцентрировали в своих агрегаторах информации слишком большую власть для частных компаний. Соответственно, у нас идут дискуссии, дебаты в большинстве пространства о том, что надо бы их разделять, либо надо бы брать их под общественный контроль. И вот на этом контексте уже неоднократно представители Гугла и представители Фейсбука вызывали, так сказать, на ковер перед американскими законодателями. И завтра, ну, или сегодня, когда вы смотрите в вашем во вторник, очередное слушание предстоит в Сенате у Фейсбука. Так вот, просто сомбам. Что добавляет еще, так сказать, большего контекста очередной произошел... Ну, это не слив, как это правильно сказать. Ну, по-русски это, наверное, называется крот, но крот звучит очень негативно, а по-английски это называется whistleblower, то есть очередной whistleblower из компании, который публиковал данные и документов на... Буквально сегодня, в понедельник, снял, так сказать, завесу неизвестности. Это оказалась молодая женщина, и вот она подтвердила свою идентичность и рассказала, собственно, о том, какая кухня внутри компании творится. Если ты посмотришь то, что ты будешь читать, то основной посыл такой, что компания приоритизирует прибыль. Кто мог подумать, частная компания, но приоритизирует прибыль. Но помним о контексте дискуссии. Компания не так сильно следит за влиянием своих технологий на пользователей, потому что, оказывается, были данные, судя по внутренним маркетинговым исследованиям, что действительно есть определенная связь между использованием Инстаграма и суицидальными мыслями у подростков. То есть обнаружило социальное исследование то, что часто использование Инстаграма, то есть зависимость Инстаграма коррелирует примерно с 60-процентным ростом суицидальных на полустве подростков. И в чем суть слива? То, что компания об этом знала, но предпочла умолчать. Слава Богу, у меня там всего лишь 2400 подписчиков или 300, я даже не знаю. Так что у меня не грозит, скорее всего. Я не думаю, что твои подписчики – это, так сказать, основная целевая аудитория. Нет, это объективно достаточно большая проблема. Мы в предыдущих больших лекциях об этом затрагивали. Ну, правда, вот эта вся культура Инстаграм-фильтров, жизни на показ, она создает, особенно среди подростков, чувство, собственно, неполноценности. Точнее, создает это громко сказанное, но оно усиливает. И здесь есть определенное. Правда есть, это есть определенное. Тогда я тебе скажу, что ТикТок – это неполноценность развинчивает, потому что там можно делать какую угодно хрень. И всегда найдутся куча рукоплегчущих зрителей или аудитория, которая будет готова поддержать любой бред, который бы ты сделал. И поэтому, если вот с Инстаграма вот так вот, то ТикТок по поводу снятия психологической какой-то проблемы или проблем, которые вас толкают к суициду. Так что идите в ТикТок и наслаждайтесь бредом. Ну, это смешно, но как это, в каждой шутке есть доля шутка. Тем не менее, достаточно такой, скажем так, конкретно сегодня это звучит как скандал просто. Если я еще не дошел до украинских новостной повестки, то вот в американские все СМИ сейчас, собственно, об этом так и говорят. И второе, вот это уже более интересно, почему я начал с политического, потому что на самом деле основной посыл, основной посыл этого слива в том, что компания все-таки, несмотря на все недостатки, да, я знаю, все слушатели, которые банены и перепанены в фейсбуке, будут смеяться, но тем не менее, компания как может сопротивляется попыткам усиливать модерацию и цензурирование контента в своих социальных сетях. Буха! Да, но на самом деле шутки шутками, но это скорее говорит о том, насколько большие, так сказать, ожидания у традиционных властных инстилутов в отношении этого модерирования. То есть вот это, условно говоря, идея не в том, что сейчас много банят, а в том, что мало банят, надо банить больше. То есть здесь вот это большое желание ставить компанию под контроль, и основной инструмент ее, как и всегда, через угрозу общественной безопасности. В этом смысле американская внутренняя политика ничем не отличается от любой другой внутренней политики. Есть два основных инструмента продавить ограничения активности, это либо угроза общественной безопасности, либо угроза детям. Собственно, Фейсбук сейчас оказался под такой двойной атакой. Идея в том, что вот этот whistleblower, она говорит о том, что лично Цукерберг предпочитает, отдает предпочтение свободу информации при прочих равных, и, дескать, это не есть очень хорошо, потому что это создает среду для hate speech, то есть риторики ненависти, риторики разжигания розни, риторики бесконформации. Все те инвестиции, которые Фейсбук, дескать, сделал в эту систему по бану, модерации и прочему, они недостаточны, они не помогают, и, в общем, они потенциально продолжают опасно влиять на предвыборный процесс. Вот такая, так сказать, повестка идет прямо сейчас, и на этом фоне действительно, ну, возможно, случайность, возможно, нет, действительно, легли все сервера компании. То есть, как бы, конспирологически можно предположить, что, может быть, пытаются почистить что-то, может быть, пытаются собрать информацию, может быть, просто технический сбой, кто его знает. Но вот, возможно, так. Я бы добавил еще пару соображений насчет, потому что я думаю, что это событие, это такой черный лебедь на самом деле, потому что это серьезное событие, несмотря на то, что оно может показаться там хихихаха, но у Цукерберга уже там на 6 ярдов состояние уменьшилось, и фондовые рынки пошли вниз. То есть, все увидели предельную уязвимость от кризиса под цифровых гигантов, потому что многие люди использовали Facebook как коммуникатор. Я, например, сам, прежде чем врубился, что это что-то с Facebook, а не с интернетом, потратил полчаса на то, чтобы попытаться там перегрузить телефоны там, и компьютеры, VPN перегрузить, а потом только я догадался, что, наверное, что-то с Facebook или с WhatsApp, вот, благодаря своей любимой жене. Это первая составляющая, вторая составляющая. Я думаю, что эта ситуация, это очередной раз повод таким державам, там, как Китай, как Россия, заявить о том, что, вот, смотрите, необходимо как-то, этот, суверенная цифровая демократия, потому что западные системы ненадежные, в любой момент могут рухнуть, и непонятно, как контролируются, и поэтому лучше развивать свои суверенные системы. Кстати, Россия в этом направлении, как и Китай, очень-очень серьезно продвинулась, и фактически там вся обсуданная законодательная, и, насколько я знаю, технологическая база за то, чтобы очень серьезно закрыться от внешнего мира. В Китае это уже давно произошло, и Китай, ну, работает в очень автономном режиме, те, кто живут в Китае, либо были в Китае, об этом знают. Вот. Я добавлю просто разницу с Россией. Насколько я понимаю, в России действительно есть законодательная база, есть техническая база, есть техническая возможность по блокировке, в отличие, единственная пока разница с Китаем, нет технической возможности по поддержанию, как сказать, собственной инфраструктуры. Другими словами, закрыться они могут, но это просто положит весь интернет. В Китае, ну, в Китае, как слушатели, возможно, знают, у них система работает, что они именно создали свой сегмент, который, в принципе, самодостаточен для китайцев. Ну, в принципе, неудивительно, огромный рынок, полтора миллиона пользователей позволяет этому рынку быть самодостаточным. В России такого нет. Все российские сегменты, он не самодостаточен, там, ну, ничего пока нет. Я думаю, это в ближайшие годы будут решать, будут пытаться наполнять вот этот рунет какими-то, так сказать, контентами, если вам будут. Ну, и обратите внимание, что Китай сейчас тоже активно, государство усиливает свое присутствие, усиливает регулирование, там, и с блогерами сейчас, ну, как бы, жестче начали регулировать. Просто там, мы знаем, удар по системам онлайн-обучения был нанесен, по играм начали ограничивать детей, время провождения детей, для того, чтобы вытащить их из интернета. И, ну, в общем, у государства там есть свои соображения на этот счет, чтобы, скажем так, в том числе для того, чтобы родители больше тратили на потребление, меньше тратили на вот это вот виртуальное обучение детей, потому что китайские дети перегружены, и как следствие, ну, экономика получила там какие-то дополнительные стимулы. И родители могли сосредоточиться на рождении еще дополнительных детей, потому что китайская экономика, это то, что ты поднимал, она страдает от недостатка, и будет особенно в ближайшие годы страдать от недостатка рабочих рук. Вот, и возникает там ряд рисков. Это мы поднимали в прошлых беседах. Так вот, я это все очень говорю, что, ну, на самом деле мы живем в очень великую переходную такую эпоху больших перемен, турбулентности, и я думаю, что вот эта вот ситуация, она как раз отражает очень серьезные предкризисные ожидания, ну, точнее говоря, ожидания новой волны большого глобального кризиса, который на самом деле не прекращался, он начал как начинуть в 2008 году, он развивался в своей логике, он дальше продолжает развиваться, и поэтому я думаю, что вот даже эта турбулентность цифровая, она может быть одним из маркеров, одним из лакмусов в этой ситуации, а с другой стороны она может пушить, как бы, серьезные кризисные явления, тем более, что мы видим, эти кризисные явления наблюдаются в различных сегментах экономики и, значит, международных отношений, те же самые рекордные цены на газ, которые в Европе сегодня, которые разбалансируют экономику, которые делают экономики Европейского Союза крайне неустойчивыми, и это отражается на Украине там в том числе. В общем, мы вот находимся в эпицентре большого цунами, которое только набирает ход, и, в общем-то, вот эта турбулентность цифрового мира, она является отражением этого цунами, как по мне, вот так вот. Банально, но вот так вот. Ну, с этим могу согласиться, черных лебедей много, просто, скажем так, я бы тут немножко различал между теми черными лебедями, которыми, условно, действительно черные лебеди, то есть это, условно говоря, незапланированная случайность, каждая система уязвима, то есть просто рост энтропии по мере увеличения числа ошибочно принимаемых решений. А есть все-таки прогнозируемые вещи, например, ну вот ты просто упомянул цену на газ, это достаточно было ожидаемо, если, условно, начиная же борьбу радикальную с определенными способами получения электроэнергии в угольной электростанции, а атомную инфраструктуру ты уже до этого разрушил, ну, логично, что у тебя вырастет в разы спрос на природный газ, потому что просто других нет. Ну, на данный момент возобновляемые источники, мы это тоже не рассказывали, они не в состоянии обеспечивать потребности европейской экономики, поэтому рост на газ, это как раз как это, это из разряда, кто бы мог подумать. То есть как бы все могли подумать. Либо придется пересматривать карбонную стратегию. Я знаю, допустим, что в Чехии они сейчас ищут способы включить тепловые электростанции, не только в Чехии, поэтому, ну, настолько кризисная ситуация, что для того, чтобы избежать блэкаута, они пойдут и на это. Поэтому я не думаю. Временно, да, в долгосрочной перспективе нет, в долгосрочной перспективе за все будет платить потребитель. Это уже очевидно. Я, может, отдельно, ну, ладно, упомянуть, раз уж начали от Фейсбука до газа. Это если ты посмотришь на всю повестку выборов в ключевых экономиках Европы, а это Германия, это Австрия и так далее, зеленый курс под сомнение даже не ставится. Даже самые консервативные консерваторы не ставят под сомнение зеленый курс. Весь вопрос только о том, как именно и какими темпами и как это сделать как можно больше гармонично. Поэтому, скорее всего, в конечном итоге платить за все будет потребитель. Цены на газ будут высокими в какой-то период времени. Ну, вот это из ожидаемого. А вот то, что ты до этого начал говорить про вот как раз уязвимость технологической системы, да, если мы рассматриваем интернет как мировую логистическую площадку, то эта, конечно, логическая площадка является чрезмерно уязвимой. Несмотря на то, что сейчас один из фундаментов мировой экономики, особенно с точки зрения потребления, она, разумеется, чрезвычайно уязвима. Кто бы мог подумать, что падение Фейсбука отразится на падении, ну, не на падении, а на ударе по рынку криптовалюты. Это мы не упомянули, но на самом-то деле, то, что вот это сейчас конкретно сегодня легла одна из крупнейших бирж финанс по торговле криптой. То есть, а до этого по ней еще ударил пресловутый запрет Китая производству криптовалюты. То есть, действительно, архитектура крайне уязвима. И здесь как раз для меня, наверное, самый тревожный момент. То есть, как реагирует нормальная система на такую уязвимость? У тебя инфраструктура не завязана на одном узле. У тебя вместо одного Фейсбука есть такая сетевая структура, условно говоря, площадок, которые поддерживают друг друга, и в случае коллапса одной из систем, они начинают компенсировать. Как, собственно, происходит в нормальной энергетической системе, точно так же. А гипермонополизация, которая произошла в случае Фейсбука, в случае Гугла, она создает два стимула. Первый стимул, который им подавляет конкурентов на стадии зарождения. То есть, у тебя никакие другие... Как это было в том числе в Америке, когда ударили по парлеру. То есть, вне зависимости от санки того, какие люди собирались им пользоваться, но с фактом о том, что альтернативные Фейсбуку, социальные сети, которые предлагали привлечь к себе часть пользователей, они оказались под регулятивным ударом, и де-факто их заблочили просто во всех сервисах. Ну, или телегу, знаете, как они прессуют, как Фейсбуки, телегу. Абсолютно. Да. Вот очень наличивый пример. То есть, у нас есть вот вместо здорового решения проблемы, судя по всему, государство, прежде всего, Соединенное Американское государство, Соединенные Американские Штаты. Их правительство хочет контролировать этих гигантков. То есть, уязвимость будет оставляться совершенно такая же, но пространство свободы и гибкости будет сокращаться. И вот в этом смысле, да, это делает мировую систему более уязвимой. И, как ты уже отметил, к сожалению, это дает дополнительный аргумент всем тем, кто хочет строить суверенные пространства и островки в интернете. Это дает действительно им аргумент, потому что теряется моральный козырь. Теряется моральный козырь. Кстати, обратите внимание, что эта тенденция очень четко коррелируется с тенденцией экономической капсуализации, когда глобальная экономика, она замыкается в больших блоках. И, в общем-то, по сути, идет размежевание, как на уровне экономического взаимодействия, так уже на уровне цифрового взаимодействия в рамках этих формирующихся блоков. Вот, допустим, блок Штаты, Австралия, Великобритания, который появился несколько недель назад, проявление такой в логике геополитической конструкции, которая направлена против Китая. Россия точно такую же политику проводит. Китай там точно такую же. Евросоюз тоже. Я думаю, что континентальная Европа тоже будет пытаться каким-то образом... Это тема для отдельной беседы. Сейчас, я думаю, стоит записать, потому что это большой процесс, что произошло в сентябре в мировой архитектуре безопасности. Напрямую к Фейсбуку отношения не имеет, но символически, да. Процесс, я с тобой соглашусь, идет процесс специализации на всех уровнях, начиная от безопасности, заканчивая интернетом. Да и на самом деле заканчивая даже такой больной темой, как простые вакцины. Процесс взаимного признания вакцин идет крайне медленно. Китайцы не признают европейские, европейские не признают китайские. То же самое происходит с русскими и европейскими, индийские. В общем, все не признают вакцину друг друга даже на таком простом, казалось бы, уровне, как реально глобальная пандемия, капсуализация идет. И на данный момент пока нам непонятно направление этого движения, но посмотрим. Окей, зафиксировали. Давай на этом закончим и запишем следующий обзор, который, я думаю, будет тоже очень интересен. Потому что там как раз будет тренд об обезопасности. Все, обнимаем, целуем. Не волнуйтесь. Дерегите себя. Молитесь, чтобы наш цифровой мирок еще немножечко просуществовал. Пока.